Вот так вот снаружи наш десерт выглядит. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители! Поздравляю с 8 марта всех тех, кто себя относит к женскому полу. Желаю здоровья вашим деткам, желаю большого, огромного женского счастья. А понятие женского счастья у каждого свое. Пять стаканов молока. Получается у нас один литр молока. Четыре столовые ложки муки без горки. Муку хорошенечко размешаем. Чтоб комочки у нас не остались. Крема. В Турции крема это сливки. 35% Но разницы нету, какая процентность. Любой пакетик одного крема 200 миллилитров. Выдавливаем его сюда. Перемешиваем. Перемешиваем. Тоже высыпаем сюда. Помешали хорошенечко. Добавляем туда одно яйцо. И все тщательно это хорошенько перемешиваем. Ставим на медленный огонь и помешивая доводим это до кипения. Предварительно подготовьте посуду, в которую вы будете заливать всю эту красоту. Я, например, пользуюсь вот такими стаканчиками 200 миллилитров. Я их не до конца заполняю. И вам понадобится начинка. В данном случае я использую вишню. Она у меня замороженная с лета лежит. Вы можете использовать клубничку свежую. Разницы нету. Сахар. Если вы любите совсем послаще, то можете добавить побольше. Этот сахар на среднюю сладость. Используйте обычные галетные печенья. В Турции сейчас вот эти вышли новые. Я их раньше не видела. Взяла на пробу. Здесь даже, смотрите, нарисован этот стаканчик с этим десертом. Кстати, вот мы его будем делать. Если вы не нашли такие, можете использовать вот эти обычные. Улькер бисквит. Они продаются здесь большими пачками. Можете взять их. Не забываем постоянно помешивать. Желательно, пока оно не закипит, не отходите от этой кастрюли. Посмотрите, наша смесь начинает загустевать. Ни в коем случае не отходите от кастрюли. Продолжаем ее помешивать до закипания. У нас прошло где-то минут 7. Вот такая консистенция у нас уже собралась. Но мы продолжаем мешать, потому что дно тут же прилипает. Еще минутки 3, я думаю, и оно закипит. У нас прошло 10 минут. Если вы обратите внимание, она стала закипать. Видите, она пузырится. Это значит, ваша смесь уже закипела. Еще минутки 2, помешивая ее, покипит. Вот так вот, буквально 2 минуты. И можно выключать. До закипания у меня прошло ровно 10 минут. Смесь у нас достаточно-таки загустела. Посмотрите, как желе. Помешали 2 минутки и выключаем газ. Сейчас нам эту смесь нужно остудить. Но не сильно. Так, чтобы вот этот пар, кипяток у нас немножечко остыл. Чтобы смесь была довольно-таки теплая. Пока наша смесь остывает, мы с вами заполним стаканчики. Я возьму сейчас для начала 6 стаканчиков. Не знаю, насколько у меня выйдет. Но если рассчитывая, что у нас 5 стаканов молока, ну 6-7 стаканчиков выйдет у нас. Ну, я начну с 6. Буквально по чуть-чуть добавляем вишенки. Разделяйте равномерно. Чтобы, когда вы будете подавать гостям, чтобы ни один ваш гость не обиделся. Что мы делаем дальше? Нам, ну, буквально, чтобы сверху посыпать для красоты, нам нужно вот это дело все помять. Вы меня простите, что я работаю без перчаток. Но я не люблю с перчатками. Я не чувствую то, что я делаю. И мне это дискомфортно. Нам нужно ее измельчить до мелкой крошки. Можете сделать это в блендере. Но мне сейчас неохота вытаскивать блендер, пока мой малыш спит. Я хочу вам быстренько все это дело рассказать и показать. Ну, у нас где-то получилось 150 грамм крошки от печеней. Это нам понадобится для того, чтобы просто сверху присыпать для красоты. Можете использовать вместо печенья кокосовую стружку. Что мы делаем дальше? В наши стаканчики добавляем наши вот эти печенья, которые маленькие. Вы можете просто их покидать туда по несколько штук. Ну, мы покидаем по 4 штуки. А если хотите, чтобы прямо у вас шикарный десерт был с красотой, то берете эту печеньку, мочите ее и с внутренней стороны вот так вот поприлепляете. Они у вас прилипнут. И можете сверху потом уже добавлять молочко. Но я сейчас возиться с этим не буду. Я их просто покидаю. Пока по 4. Ты можете использовать немножечко побольше. У меня в этот раз мало получилось. Но вы можете на полстаканчика вот так поднять его, потом засыпать печеньки. Наша смесь остыла. Она стала тепленькой. Сейчас мы будем все это дело заливать в стаканчики. После того, как мы покрыли печеньки, где-то полстакана залили этой смеси, сверху покидали еще немного печень, штуки 4. Все подробные пропорции смотрите в описании видео. И доливаем дальше. Запах у этого крема потрясающий. Что мы делаем дальше? Берем нашу крошку печенья. Буквально 1 чайная ложечка нам достаточно. Посыпаем вот так вот сверху. Посмотрите, получилась какая у нас красота. Также проделываем со всеми остальными. У нас получилось 7 стаканчиков по 200 миллилитров и оставшейся крошкой дополняете свои стаканчики. Десерт потрясающий. Гости ваши будут все в восторге, особенно если там есть дети. Ставим эти стаканчики в холодильник на час, на два. Вот такой вот у нас десерт получается. Продолжение следует... Продолжение следует...